ДИМОН МЕДВЕДЕВ Если бы ее начальник, как она выражается, хотел воевать с НАТО, Америкой или Британией, то у него все возможности для этого есть, вплоть до общих границ со странами Альянса. Но он вероломно напал на Украину и никакую третью мировую не затевает, ибо за два года демилитаризировал больше двух сотен тысяч собственных военных. Не взял ни единого областного центра, а освобождение выглядит как выжженная земля, на восстановление которой нужны миллиарды. Тем временем коммунальная Гойда шагает по России. Генерал Мороз берет все новые и новые города. 15 января. Вот так вот у нас все происходит. Это нормально. Все замерзшее. Абсолютно все. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. И никто бы над этим не издевался, если бы россиянская пропаганда годами не нагнетала тему про замерзающую Украину и Европу. Но оказалось, что сравнять Бахмут, Солидар или Авдеевку с землей для кремлевского диктатора гораздо важнее, чем навести порядок в русских городах. Там и так потерпят. Без тепла, света, воды. Зато с уверенностью, что побеждают проклятый Запад. И за это не жалко сдохнуть. Простому иуду. А война идет! Война! Война за Россию! Матушку! Официальная военная операция своих целей достигнет. Деноцификация и демилитаризация Украины. Вопрос времени. Когда это произойдет и каких усилий это потребует. Соответственно, включая мобилизационных. Любых? Я сразу вам отвечу. Прям вообще любых? Да. Потому что за свободу и суверенитет России цены нет. Понимаете? Это конечно. Ну вот. А так что, если просядут фьючерсы на гонконгской бирже, мы не умрем. Мужики за гаражами соберут очередной трон. Но 146 миллионов мы ради этого тоже жертвовать не будем, я надеюсь. Что 146 миллионов? Граждан Российской Федерации. Да. Не будем ради этого жертвовать, правильно? Население всей России. Не будем ради этого жертвовать, правильно? Почему вы собрались жертвовать? Я про то же. Поэтому вопрос заключается в том, что после того даже... А почему вы не считаете население Украины? Не плюсуете к 146 миллионам еще 15? Плюсуя. Это большая трагедия. Количество людей, которые там погибло уже. Проблемы заключаются в другом, но русскоязычном в основном. Это никто не отрицает. Нет, просто... Если это не закончится нашей уверенной победой, то погибнет еще больше людей. И в следующих поколениях... Потому что никакой безопасности не будет для никого. Как вы уже поняли, говорящие рты Кремля подыхать за какой-то суверенитет России не собираются. Наверняка потому, что знают, что на него никто не покушался. Кроме путинского режима. Ведь только выдумывая внешних врагов, дед Кабаев мог навязать абсолютно совдеповскую повестку. Мы и машин нормальных не выпускаем, и телефонов, и даже женских гигиенических средств в виде прокладок. Но зато все силы вложили в оборонпром, и можем уничтожить Америку. Вот оно, величие. Вышел в подъезд, а там сталактит из дерьма. Река с фекалиями. Сосед, солевой наркоман, окочурился. Мы сами в диком восторге. Зато ты понимаешь, что твоя родина может этот Голливуд с его виллами стереть с лица земли. Бахнуть по Лондону. Киев за три дня. Гой даже. Дай бог здоровья Владимиру Владимировичу Путину. Первого числа. Все отдыхают вроде, а он работает без выходных. Бедный. Когда он отдыхает? Встретился с солдатами, с семьей, с семьей, которые на Украине. Всех поздравил. И с Новым годом, и с Рождеством. Молодец. Дай бог ему здоровья. На днях губернатор Петербурга Александр Беглов рассекретил еще одну цель, так называемое СВО. Чтобы на Донбассе не было гендерно-нейтральных туалетов. К такой истине он пришел, когда посетил госпиталь с ранеными. Спишем на то, что люди с контузиями нашептали ему такой бред. Там, где Россия якобы освободила населенный пункт, не то, что в выгребных уличных ям не осталось, а лишь выжженная земля. Какие туалеты для трансгендеров? Когда люди топят снег, чтобы набрать воды. Да, так выглядит русский мир. Бессмысленный и беспощадный. И вот этого бы туалетного утенка из Расчлененграда прямо туда, под Авдеевку. Чтобы на себе почувствовал, что такое путинское освобождение. И почему тысячи россиян теряют там жизнь и конечности. Из-за туалетных кабинок или из-за психически больного кремлевского старца? При чем здесь Россия-то? Впрочем, до глубинного народа не дойдет. Главное, что министр обороны США ходит в памперсе. Министр обороны США Ллойд Остин сейчас ходит в памперсах. У генерала недержание мочи и из него льет, как из открытого крана. Это медицинский факт. В лучшем случае будет ходить так еще минимум пару недель, а скорее всего и дольше. Это результат гнойно-септического осложнения после операции по удалению пораженной раком простаты, которую министру провели в Национальном военно-медицинском центре имени Уотера Рида в канун Рождества. Примечательно, что о проблеме с простатой вещает Киселев. Пропагандист, который по сообщениям СМИ несколько лет назад лечил рак простаты в Германии. Впрочем, никто из власть имущих на России не идет в поликлинику в хуйку Кукуева. Это закономерно. Проклятый Запад угрожает только простому рабочему классу. Для элиты существует иммунитет. Поэтому они туда и деньги, и жен с любовницами, и детей с родителями отправляют. Так сказать, борются с врагом изнутри. А глубинный народ ведет свою борьбу. На России увеличилось число алкоголиков. Это следует из данных Росстата. Если в 2021 году зафиксированных любителей выпить было чуть более 50 тысяч, это поставленных на учет, то после вторжения в Украину почти 55. Из них с психозом и галлюцинациями 13 тысяч. Если натянуть официальную статистику на реальную жизнь, ведь мы понимаем, что на учет попадает приблизительно каждый десятый, в лучшем случае, то получается полная гойда. Это сейчас пропивают гробовые, вдовы с новыми хахалями, а скоро вернутся выжившие. И там даже режиссер Балабанов в гробу перевернется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова